Всем привет! Сегодня мы вместе с вами распакуем альбом Чик-Чу Strabbley Rush. Это её второй, по-моему, мини-альбом. На самом деле, я очень долго ждала, когда он ко мне придёт, потому что мне настолько понравился этот альбом и песня оттуда, что заказать его, ну, у меня не было выбора, поскольку уж очень зацепил меня и концепт, и песни, и вообще просто всё, карты. Просто скажу вот так кратко, что всё зацепило. Вот. И да, у нас есть две вот такие вот версии. На самом деле, вот эти вот два образа, которые на обложке, они мне тоже очень сильно нравятся, особенно вот этот вот аутфит, который на ней приставлен. Вот эта вот ветровка очень-очень классная. И мне очень нравится сумочка в виде клубнички. Вообще, этот же альбом посвящён, как бы, можно так сказать, клубнике, и здесь клубники очень достаточно много. Давайте сравним размер с предыдущим альбомом, который у неё был. На него распаковки, к сожалению, пока что ещё не было. Но вот так вот, в общем-то, отличается размер. Немножечко он побольше, хотя я изначально думала, что вот эти вот две книжечки, ну, потому что они больше похожи на книги, я думала, что они будут намного больше. Но, по идее, они вот такие вот два маленьких блокночика, вот такие вот даже в ладошку достаточно хорошо умещаются. Давайте тогда распаковывать эти альбомы. Я ещё заказывала с Record Planet, и, понятное дело, мне тут пришли вот такие вот протекторы, пакетики голографические, и три топлоудера. Да, в этот раз Record Planet у нас очень щедрые на топлоудеры, хотя, в принципе, всегда. Ладно, давайте смотреть, и начнём мы с этой версии, а вот эту мы распакуем вторую. Давайте начнём рассматривать и, конечно же, распаковывать. Обложка такая матовая, приятная, правда, очень приятно держать в руках. Кстати, заднюю сторону я не показала, то есть у нас здесь ещё идёт трек-лист, это как... А, это даже как наклейка. На самом деле он сделан как выпуклая часть. Здесь у нас все треки, это Shrubble Rush, Honey Bee. Honey Bee — обалденная песня, я её просто обожаю. Также ещё сюда она добавила Chocolate. Эта песня выходила, по-моему, 14 февраля. Да, в общем-то, вот такая задняя сторона. Такая у нас боковая сторона. Тут у нас, конечно же, присутствуют клубнички, это символ альбома. Так, и давайте тогда вынем всё наполнение, которое у нас лежит в альбоме. Я не очень хочу подсматривать карты. Да, отлично. Мы вроде бы всё выложили. И тогда давайте смотреть фотобук. Здесь у нас Shrubble Rush, как раз-таки маленькая фотография Чу. Этот момент был в клипе, когда она тянулась за кубком. Было очень-очень классно всё это смотреть. Да, моя любимая фотосессия. Мне очень нравится этот образ. Очень такой крутой, как по мне. Мне он нравится. Просто безумно классный. Она тут какая-то как гонщица, но немножечко понежнее. Вот, с шлемом от скутера. Блин, очень-очень классно, мне кажется. И мне очень нравится, что здесь образы и локации в фотобуке прямо как из клипа. Вот это вот мне очень нравится. Вот это моя самая любимая фотография. Кстати, мороженка тоже похожа на клубничку. Это очень-очень мило, забавно. С таким вот пистолетиком. Да, как я и сказала, все локации, они чисто из клипа. А клип вообще просто суперский. Мне он, правда, понравился. Вот такая вот фотография. Если вы еще не видели, то я вам рекомендую посмотреть. Также еще один из моих любимых образов. Вот уже пошла релика. Страба и Раш. Первая песня. Заглавка. И, конечно же, мой самый любимый образ. Вот эта юбочка. Юбка вообще просто шедевральная. И также ее вот эта вот шапочка вязаная тоже очень прикольная. Чем-то она напоминает своего персонажа-монстрика, который придумала компания. Ну и, скорее всего, она тоже в этом участвовала. Вот такие вот тут фотографии. Правда, очень. Особенно я очень бы хотела карточку с этим тортиком клубничным. К сожалению, я ее купила. Если она здесь мне не попадется, то это будет шикарно, потому что я ее уже купила. Кстати, карта стоит достаточно дорого, я бы так сказала. Потому что карты, которые я покупала в шопе, ну, где-то за тысячу, наверное, я их купила. Да, но это как бы новый релиз. Понятное дело, он не будет стоить дорого. Но это самая желанная была моя карта. Вот. Ну, просто вы посмотрите на эту лапочку. Я вообще очень рада, что я начала поддерживать Чу как сольного артиста. Если честно, у меня не так было много сольных артистов, которого я хотела поддерживать. И, наверное, вот Аю, Чу и Йена, это, наверное, вот те соло-артисты, которые мне хочется за ними следить. Мне хочется покупать их мерч. То есть, да, вот желание у меня есть. И это меня очень радует, потому что и так я соло-артистов не особо с Тэнью. А тут мне, правда, все очень нравится. Что выпускают? Так, здесь у нас получается образ Adidas. Вот этот вот спортивный тоже понравился мне. Потому что он прикольный. Не знаю. Очень нравится. Я вообще очень люблю фирму Adidas, поэтому даже не спрашивайте. Так, вот такая вот красавица. Тоже все из клипа, все образы, как я уже сговорила. Так. Ну, фотобук, правда, большой. Из-за того, что даже сам формат он поменьше, фотобук просто большущий. Ну, правда. Вот сколько мы уже листаем? Наверное, минут семь. И он не кончается. Ой, очень классные фотографии. Вот эти вот клубнички. И еще она так мило прикусывает язычок. Ну, блин, это правда очень мило. Так что... Кстати, вот эта вот песня Daydreamer. Daydreamer, по-моему, называется. Или нет? Я не очень могу разобрать почерк. Но, по-моему, это Daydreamer. Извините, если я неправильно произнесла. Вот. Очень тоже мне понравилась песня. Вот тут, кстати, я поняла отсылку к Луну после того, как просмотрела клип несколько раз. У нее, во-первых, написано число 12. И там у нее тоже, как бы, в клипе она появляется несколько раз. Ее клоны, можно так сказать, в общем-то. Да, вот о чем я и говорила. То есть здесь видно, как она поддерживает девочек Луна, всех. И это очень-очень мило. Так, здесь немножечко... Не пойму, какая-то размытая фотография. Ну, ладно. Здесь более такая засвеченная, можно так сказать. Но тоже неплохо смотрится. Вот такие вот вставки. Хоть они и белые, но здесь что-то присутствует. Это уже хорошо. Потому что половина, мы все прекрасно знаем, что фотобук, если белые листы, они просто белые. Но здесь хотя бы что-то интересненькое. Да, этот образ мне тоже, кстати, понравился. Я про него ничего, что-то не сказала. Да, тоже прикольный. И, по-моему, последний образ там, где она в белом костюмчике. Да, вот он. Точнее, в белой кофточке. В белой костюмчике. Я просто помню, что у нее была белая кофточка. Да. Прическа у нее здесь тоже очень-очень милая. Вот такая вот фотография. В общем-то, ребят, поддерживайте Чу. Мне кажется, после этой распаковки, я уверена, вы должны пойти посмотреть клип, если вы его еще до сих пор не видели. Я очень рада, что я многих смотивировала из своих подписчиков в состоянии данную девушку, потому что она, правда, очень-очень классная. И также я рекомендую вам ознакомиться с историей девочек Луна, потому что это достаточно грустная история, как девочки вообще боролись со своей компанией. Поэтому я рекомендую все-таки посмотреть таких видео на ютубе кучу. Так, значит, получается, вот этот образ Кобойши тоже один из моих любимых. И карта у меня заказана такая. Вот, ну вообще просто. Я ее, по-моему, купила как трейдинг-карту. Вот. Здесь она тоже превосходная. Очень нравится. Мне нравится, что у нее в ее всех образах присутствуют вот клубнички. Здесь, например, у нее сережка. Ну, правда, очень-очень прикольная. Так это все, не знаю. Мне так нравится этот альбом, и я очень рада, что купила сет. Правда, я только не покупала Пока-версию. Ну, не знаю. Я жду другой какой-нибудь ивент, чтобы захапать какие-нибудь предзаказки. Так, у нас здесь получается раскадровка клипа. Кстати, эта раскадровка была и в том альбоме, который я показывала вам. Вот. Кстати, прикольная штука, потому что ни в одном альбоме я такого не видела. И здесь у нас идет диск, тоже тут чу. И еще вот такой вот у нас разворотик. И здесь у нас кредиты. Так, первая у нас версия готова. Мы ее очень долго рассматривали, потому что фотобук действительно большущий. Так, давайте начнем с плаката. В этой версии он как раз-таки с мороженком, который я очень-очень хотела. Мне очень нравится этот плакат. Вот. Может быть, потом его куда-нибудь повешу. Ну, правда, красивый. Так, значит, идет у нас вот такая вот открытка. Ну, то есть, с этой стороны она как открытка. А если мы перевернем, то здесь у нас будет сертификат. Я пока не знаю, к чему, но то, что вот вы пишете тут якобы свое имя, его подписала Чу. Короче, вот такая вот прикольная штучка. Вот. Так, дальше у нас еще идет подстаканник. Подстаканник. Но я бы не сказала, что это прям такой подстаканник, который вот подстаканник именно. Потому что это просто, ну, тонкая бумага. То есть, она даже не плотная. Вот. И здесь как бы она еще выполнена в форме медальки. Да, прикольная штука, но если бы сделали чуть-чуть поплотнее, то можно было считать, что это подстаканник. А так это просто как, ну, медалечка. Так, и у нас осталась карточка. Я даже не знаю, какая у меня здесь будет карта. Я очень рада, что мне попалась именно эта карта с моим любимым образом. Но, кстати, я купила еще одну карту, которая была из Поко-версии. И тут точно такой же образ, только она держит клубничку, ну, то есть свою сумочку. Ну, я рада. Мне правда нравится эта карта. Давайте распаковывать вторую и смотреть, какая карта там мне попадется уже. Все. Давайте смотреть. И последняя эта версия. Давайте ее тоже распакуем, посмотрим. Вроде они как бы не должны повторяться, потому что это вроде бы как две разные версии. Но, в принципе, я бы не сказала, что они сильно разные, потому что они одинаковые практически. Так, уберем все. Ой-ой-ой-ой. Я уже что-то вижу. Я уже что-то вижу. Я не хочу этого видеть. Так, плакатик. Так, все мы вроде с вами убрали. Так, а задняя сторона у нас уже вот такая. Она, в принципе, мне кажется, ничем не отличается. Только здесь уже отличается трек-лист. Он там белый был, а тут черный. Так, ну все. Давайте тогда смотреть. О, здесь уже она на скутере. Так. Ну да, в принципе, образы одни и те же, только уже немножко другие фотографии. Я, наверное, так быстренько вам пролистну. Ой, мне очень нравится вот этот вот вайп, когда уличные фотки, вот граффити присутствуют в магазинчике. Вот это мне нравится, кстати. Вот. Ну, тут, в принципе, тоже все такое же, как и в прошлом фотобеке, только немножко другие фотографии. А так образы вроде здесь должны быть те же самые. О, вот это прикольная фотография. Прикольный разворот вообще, по идее, тут. Вот. Такой же разворот тоже прикольный, даже с надписями. Так. Вот такая вот фотография. Мой любимый образ. Блин, это очень мило. Здесь очень классные фотографии, правда. Очень прикольный. Есть также черно-белые, но их не так много. Вот. Это очень даже хорошо. Просто самая лучшая автосессия, это вот с тортиком и клубничками. У меня сейчас на минуточку уже заканчивается говор. Потому что что-то начинают тупить. Не обращайте внимания. Так, вот такая вот красавица. Блин, очень нравится. Здесь у нее мосичка такая. Блин, я очень рада, что учу. Такой классный концепт. И классный вообще альбом. Потому что он посвящен клубничке. А кто не хочет такой альбом? Вот такая вот фотка. Блин, очень-очень круто. Ну, в принципе, я говорила, да, тут образы одни и те же. Немножко разные фотографии. Поэтому ничего страшного. Даже если вы купите только одну версию, образы будут повторяться, только немножечко другие фотографии. Я купила сразу как бы сет, потому что хотелось поддержать мне девушку. Все-таки... Вообще очень хочется поддерживать всех девочек Луна. Вот. Еще там у нас дебютировала не так давно группа Triple S. Мне она тоже, если честно, начинает нравиться. Но пока что коллекционировать не знаю, буду я или нет. Но группа такая тоже очень неплохая. И именно концепт у нее больше похож на концепт Луна. Но именно как они сформировались. То есть, ну, прикольно. Потому что таких очень мало таких концептов. И это на самом деле очень-очень круто. Так. И последний у нас вроде образ. Нет, не последний. Да, тут, в принципе, такие же идентичные фотографии. Ну, немножко другие ракурсы, понятное дело. Ну, фотографии Чу всегда мне очень нравятся. Очень красивые. Мне осталось только собрать... Вот я очень хочу собрать ее фотобук из Луна. Я вообще... Если честно, это моя мечта. Теперь моя бринка. Потому что я не часто вижу... Ой, вот это классный разворот. Я не часто вижу вообще продажи с этим фотобуком. И также из Howl, ее альбома, мне не хватает второй версии. И тогда я соберу ее вот всю дискографию. Именно на момент сейчас ее сольного продвижения. Потому что выпустила она пока два альбома. Вот. Красота, правда. Так, и все у нас получается. Вот такая вот красавица. Раскадровка точно... А, нет, она отличается вроде, да? Да, отличается. Тут уже вот такой вот диск. И вот такой вот разворотик. Все. Значит, отлично. Вторую версию мы тоже просмотрели. Я ее быстро довольно просмотрела. Потому что, ну, в принципе, точно такие же фотографии. И, значит, у нас идет вот такой вот плакатик уже с тем образом. Да, они немножко перемешаны, можно так сказать. Тоже прикольная фоточка и плакатик вообще. Так, значит, у нас идет, опять-таки, то же самое. Вот эта вот открытка. Она ничем, по-моему, не отличается. И тоже сертификат. Да, он точно такой же, как и в прошлой версии. Точно такой же, как и в прошлой версии. У нас был вот этот вот подстаканник. Вот эта вот медалька. Точно такая же. Не буду ничего про нее особо говорить. И последнее, что мы с вами посмотрим, это вот такая вот карта. Кстати, задники у них отличаются. Прикольно. Мне очень нравится задник вот этой карты, на самом деле. Здесь еще такой кубок и изображим. Ладно, давайте, кто у нас. Да, это не повторка. У меня не было, по-моему, такой карты. Я ее не заказывала вроде. Но такая же есть, похожая в мерчичу. И вот с тортиком, который я заказала. Я просто боялась, что она, возможно, мне попадется. Но попался тоже мой один из любимых образов. Поэтому я очень рада, что не будет повторок. И я наконец-таки получу свои карты, которые у меня еще в шопе едут. Ну что ж, мы распаковали с вами альбомчик. Вот такие у меня чудесные выпадения. Очень рада, что мне попались те образы, которые я очень хотела. Да, если вам понравилась распаковка на альбом и сам альбом, по ссылке в описании вы можете приобрести этот альбомчик. И будет он у вас стоять на полочке и радует глаз. Ну и также, если кто-то уже распаковал данный альбомчик, делитесь своим выпадением. В общем-то, большое спасибо, что посмотрели. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok